Вознесися на крест волею Ти заименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя дару и Христе Божие, поет сегодня церковь в кондаке праздника. Мысли на нас церковь переносит возлюбленные во Христе братья и сестры к подножию креста Христова на Голгофе, там, где, по слову святителя Григория Богослова, многие капли крови омывают главу праотца Адама и тем самым спасают мир. Сегодняшний двунадесятый праздник является радостью обретения честного и животворящего креста Господня, Святой Равноапостольной Царицей Еленой, и тем не менее является еще большей радостью для всего христианского мира, потому что христианский мир обрел великую святыню, святыню, которая ранее была орудием казни самого Бога, принявшего человеческую плоть. Именно поэтому церковь поет «Вознесися на крест волею», потому что Бог, добровольно воспринявший на себя человеческую плоть, добровольно воспринявший страдания, крест, уничижение, плевание, биение, Бог зашел на землю для того, чтобы все это претерпеть, чтобы воскреснуть, воскресить и обновить и обожить наше с вами естество, естество человека. И вот сегодняшний праздник, входящий в разряд двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых больших праздников по значению после Пасхи Христовой, имеет такое вот значение. В первую очередь это радость об обретении святыни, и одновременно напоминание каждому из нас о величии и несоизмеримости любви Божией. Господь сходит на землю для того, чтобы каждый из нас ощутил, насколько Господь нас любит. В богослужебных текстах неоднокрасно мы обращаемся непосредственно к кресту Господню. И иудеям соблазн крест, а или нам безумие, говорит апостол Павел. И вправду так, потому что для иудеев соблазн то, что они не понимали, как Христос мог бы, если и поверили бы во Христа, не понимали, как Христос, который должен пребывать вовеки, страдает плотью. Для эллинов же безумие, потому что эллины воспринимали все только в рамках земного формата, формата земной жизни, и поэтому страдающий на кресте не мог быть воспринят вначале грубым и черствым сердцем, как Бог и Владыка мира. И поэтому для эллинов по сей день остается Христос безумием. Человек, который привык жить комфортно, успешно, не всегда воспринимает страдания и в своей жизни. Робчет, когда возлагается на него крест, и становится ему непонятным, как это у него не все хорошо, если все в этом мире можно купить за деньги. Для иудеев крест Христов безумие по сей день, потому что они ожидают Мессию, который будет покорять им все народы. Почти ничего не поменялось, кроме того, что многие сердца восприняли крест Христов, который по широте своей обнимает Вселенную, а по высоте своей восходит от земли к небесам. Так, как сделал это Господь ради нас. Любовь Божия обнимает всю землю. Любовь Божия возносит нас от земли на небо. Любовь Божия способна обожить человека. И по-настоящему христианская любовь исполнена сострадания, исполнена самопожертвования и всегда несет под собой крест. Жизнь каждого из нас исполнена и искушений, и испытаний. Но насколько мы верны Богу, можем увидеть только лишь со временем, сквозь седину лет и мудрость возраста, если подаст нам это Господь. Сам Господь знает, как уврачевать наше естество и как спасти нас. Каждому из нас необходимо вооружиться орудием, которое Господь дал нам над дьяволом. Крест свой святый. Дьявол, как поет церковь, крепещет и трясется, когда видит крест Христов. И поэтому важно благогривейно осенять себя крестным знаменем, совершать свой молитвенный подвиг так, чтобы оставаться верными Христу. Важно не давать поругать крест. Важно в своей жизни это делать таким образом, чтобы мы не распинали Христа своей агрессией, ненавистью, завистью, злобой и прочими страстями, обращенными в адрес ближних. Важно нам самим стремиться стать лучше, чтобы не распинать своими действиями Христа, но прославить Его, прославить Его не только своими устами, но и своей жизнью. Прославить Господа, который волею зашел на крест, чтобы подарить жизнь и спасение миру. И нам с вами. Субтитры создавал DimaTorzok